Итогом сотрудничества известного предпринимателя Виктора Голубева и компании Берск Инвест стало строительство двух девятиэтажек в Берске. Но хотя дома были сданы еще осенью прошлого года, люди не могут оформить правосовственности на свои квартиры. А не так давно они узнали о проблемном проекте нечто такое, что заставило их выйти даже на пикет с плакатами «Предотвратите преступление». Вот моя квартира. Живу до сих пор на коробках на чемоданах. До сих пор, собственно говоря, не поставил ни холодильник, не купил бытовую технику, потому что вопрос собственности до сих пор у меня не решен. Долгожданной квартирой Дмитрий Давыдов обзавелся в январе 2014-го. Две девятиэтажки на улице Ленина тогда находились в стадии завершения строительства. Потенциальных инвесторов заверяли, проблем с оформлением имущества в собственность не будет никаких. А пока вот вам, пожалуйста, агентский договор. Положительная репутация продавца, бизнесмена Виктора Голубева сыграла ключевую роль. Берчане купили квартиры и занялись их отделкой. Дмитрий заселился одним из последних. Я подумал, что вот-вот документы будут готовы. В феврале месяце я ехал, с тех пор ввоз и ныне там. Вскоре из публикации в местной газете Новосел узнал, что существует реальная опасность лишиться своей квартиры. Я сходил в реестр, взял выписки на землю, на квартиру и обратил внимание на записи, которые там сделаны, о том, что на квартиру есть претенденты. Мне на самом деле не совсем понятно, как эта ситуация в принципе возникла. А возникла она следующим образом. В начале 2010-го фирма «Берск Инвест» заключила договор о совместной деятельности с Виктором Голубевым. Их усилия слились для строительства двух девятиэтажек с так называемой «вставкой между домами». Офисные помещения на первом этаже должны были отойти «Берск Инвесту» за предоставление земли. Согласно условиям данного договора «Берск Инвест» вносит свой вклад в виде земельного участка, а Голубев Виктор Алексеевич в качестве вклада осуществляет полностью строительство за свой счет. Стороны договорились о том, что вклад «Берск Инвеста» равняется 5%, а остальные 95% – это вклад Виктора Алексеевича Голубева. В августе 2014-го Голубев ввел дома в эксплуатацию и заселил людей в квартиры, заключив с ними агентский договор. Но такой способ реализации жилья не устроил руководство «Берск Инвеста». С жилыми помещениями, каким образом было оформлено Голубевым займы взятого населения для строительства жилья, законам запрещено. Он заранее, думаю, знал, чем это дело закончится, он деньги забрал, сейчас мы должны будем оформить договора, заплатить за регистрацию все эти квартиры, не получив ни копейки. Партнеры окончательно рассорились, и Голубев попытался отстоять право на жилые помещения новостроек в суде, но не успел. Мы узнали уже в ходе судебных разбирательств, что «Берск Инвест» подала заявление в арбитральный суд о признании себя несостоятельным банкротом. И одновременно с этим попыталась вывести принадлежащее имущество Голубеву, пользуя себя и третьих лиц. В октябре 2014-го некий Евгений Лисовский передает «Берск Инвесту» недвижимость в Новокузнецке, якобы в качестве инвестиций в строительство девятиэтажек на Ленина. Напомним, на тот момент новостройки были введены в эксплуатацию. Взамен Лисовскому обещали 28 квартир в одной из них. Откуда взялся Лисовский в этой схеме вообще? Я не знаю. Если там какие-то были соглашения по взаимным зачетам, расчетам или еще что-нибудь, это смотреть надо. Лисовского я про такого не слышал и ничего не могу сказать. Когда жители новостройки поняли, что могут лишиться квартир, они обратились в местное отделение полиции с жалобами на мошенничество со стороны «Берск Инвеста». Однако состава преступления местные следователи и дознаватели с первого раза не усмотрели. В связи с тем, что обращения продолжали поступать, а реакции правоохранительных органов и других следственных органов не было, прокуратурой проведена самостоятельная проверка. Выявлены факты, свидетельствующие о наличии признаков преступлений и материалы переданы уже в следственный орган для возбуждения уголовного дела. У нас вот их бизнес-споры не имеют значения. Вот пускай они свои проблемы решают сами, пусть нам они отдадут зарегистрировать право собственности на жилье и все нам ничего не нужно. 27 мая, как дата пикета, выбрана не случайно. Именно в этот день Росреестр готовился оформить в собственность «Берск Инвеста» 28 квартир. Тех самых, что были обещаны таинственному Лисовскому. Разгоряченных людей успокоил прокурор «Берска» Александр Власов. Какие-либо действия со стороны Росреестр по регистрации права собственности на ООО «Берск Инвест» будут расцениваться как незаконными. Потому что госрегистратор имеет на руках постановление суда, где прямо написано, что в действиях именно «Берск Инвест» усматриваются признаки преступления. Стоит отметить, в этой истории Виктор Голубев тоже далеко не святой. Именно его правила ведения бизнеса дали пространство для манипуляций со стороны «Берск Инвеста». По поводу агентского договора, который заключали люди, усматривается нарушение 214-го федерального закона. И мы понимаем, что денежные средства людей, по всей вероятности, были привлечены незаконно. Если бы люди отдавали деньги по договору участия в долевом строительстве после их государственной регистрации, они бы не попали в такую бедственную ситуацию. Тем не менее, Голубев, репутация которого весьма пострадала за минувший год, не оставляет попыток исполнить свои обязательства перед жильцами новостроек. А для горя инвесторов осталось два варианта оформить свои квартиры в собственность. Первый – надеяться на голубевских юристов. Второй – защищать свои права в суде самостоятельно.